Мало просто рассказать детям об экологических проблемах. Важно, чтобы школьники начали понимать всю важность вопроса охраны окружающей среды. А для этого нужно говорить с ребятами на доступном для них языке. Талантом популяризации сотрудники Одинцовского территориального отдела Госадомтехнадзора обладают в полной мере. На одного человека в день приходится один килограмм мусора. Вот посчитайте, у нас в Подмосковье живет порядка 7 миллионов человек, да? То есть на каждого человека это килограмм мусора уже. Плюс рядом в наш регион везется весь мусор из Москвы, а это еще порядка 13 миллионов человек. А если взять еще гостей нашего Подмосковья, гостей из столицы, то получается до 30 миллионов килограмм мусора. Вы уже понимаете, сколько это в тоннах, знаете, нет? Если это все разложить по грузовикам, по КАМАЗам, да, вот КАМАЗ там длиной 8 метров, 10 тонн берет на себя, то это получается 3000 КАМАЗов. Вот если это все в колонну один за одним КАМАЗики эти выстроить машинки, это будет прямо от нашей школы и до Красной площади. Секрет успеха Юрия Королева прост. Он сам отец троих детей. Умение говорить просто о сложном освоил уже практически в совершенстве. Через школьников удается вовлечь в решение экологических проблем и взрослых. По отношению к своим родителям, ребята после таких уроков чистоты сами начинают выступать учителями. Лекция длилась не очень долго. А вот на вопросы инспекторам Госадомтехнадзора пришлось отвечать почти до самой перемены. Делаем упор именно на сбор, вывоз и переработки отходов мусора. Важен очень раздельный сбор мусора. Основное то, что мы даем, так сказать, детям, уже будущим взрослым, будущим участвующим в этом всем процессе, даем понять, что та же самая резиновая покрышка, которая хранится в гараже, может завтра стать частью покрытия новой детской площадки. К проведению подобных эко-уроков сегодня привлечены все, без исключения сотрудники Государственного административно-технического надзора Московской области. Занятия, обучающие правилам чистоты, порядка и благоустройства, проходят во всех муниципалитетах Подмосковья. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».